Глава четвертая Книги Есфирь Когда Мардахей узнал все, что делалось, раздрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на средину города и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище, Равной во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетывание у иудеев и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Есфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардахей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Есфирь Гаваха, Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардахею узнать, что это и отчего это. И пошел Гафах к Мардахею на городскую площадь, которая перед царскими воротами, и рассказал ему Мардахей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнароданного в сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфири и дать знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах, и пересказал Есфири слова Мардахея, и сказала Есфирь Гафаху, и послала его сказать Мардахею, «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не был позван, один суд — смерть. Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив, а я незвана к царю вот уже тридцать дней». И пересказали Мардахею слова Есфири. И сказал Мардахей в ответ Есфири, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского». И сказал Есфирь в ответ Мардахею, «Пойди собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардахей и сделал, как приказала ему Есфирь.